МАХАЧКАЛЕ Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. Каковы перспективы уземского учителя в Дагестане? Объединят ли районы и города республики? На что Дагестан потратит миллиардный грант, полученный за эффективную работу? Эти и другие вопросы были озвучены на пресс-конференции с главами субъектов СКФО. Мероприятие проводилось в рамках Северокавказского медиафорума. Подробности у Хадижи Курбановой. Люди должны понимать и знать, что такое национальные проекты. И в этом смысле информационные агентства, СМИ, медиапространство является для нас, для органов власти, обратной связью. Мы уже об этом говорили. Посредники общения власти и народа. 150 журналистов из регионов СКФО настроены на продуктивный диалог. Один из первых на вопросы журналистов отвечает глава Дагестана, куда будет потрачен грант за эффективную работу правительства размером в миллиард, который скоро поступит из федерального бюджета. Мы посоветуемся со всеми, в первую очередь вы сейчас можете взять уже работу, со всеми общественными организациями, политическими, союзами различных наших профессиональными, с бизнесом, конечно же с общественными мнениями, с жителями. Мы проведем широкую, неформальную дискуссию, выберем лучшие гранты и уже проекты, их обсудив, выйдем на работу, она у нас налажена, с парламентом, опять же, публичным, с тем, чтобы утвердить бюджет и расходы этих денег. Прозвучал вопрос об объединении городов и районов в единый муниципальный центр, на что Владимир Васильев ответил, что идея не нова и обсуждается давно и активно. Однако финальное решение за главой государства. Кроме прочего, Васильев поделился с журналистами проделанной за 2019 год работой. По его словам, сложнее всего было освоить бюджет. У нас, допустим, на социальную сферу здравоохранения, образования, в 2019 году выделено было средств в 6 раз больше, чем в 2018 году. Это было испытанием для нас, потому что мы начали с работы с кадрами. Мы понимали, что если нам, победив терроризм, уголовные преступления, не навести порядок в сфере противодействия коррупции, теневой экономики, злоупотребления, у нас ничего не получится. Потому что деньги бюджетные уходили нецелевым образом. Из всех глав субъектов СКФО на медиа-встрече отсутствовал глава Чеченской республики. Тем не менее, коллеги из Чечни в пресс-конференции принимали активное участие. В частности, один из журналистов обратился к полпреду с вопросом о значении блокпостов между республиками. Практически эти посты существуют на всей территории России. Называется контрольно-заградительная система. Преступления, которые совершаются, и преступники вводят различные планы, тайфуны, вулканы. Как их останавливать, скажите, пожалуйста. Нормальному человеку, который живет спокойно, жить законно, не нарушать закон, это никакой проблемы нет. В завершении пресс-конференции главы республик рассказали, с какими фейковыми новостями они сталкивались в ходе своей деятельности и как на них реагировали. Я не скажу, что это такая проблема. Если бы я сказал, например, тема на его дальнейшего процесса работы не работает. Он думает, у моего предшественника их буду больше. Я знаю, как к этому относиться. Да никак, работать. Дорожная сеть республики модернизируется. В Кулинском районе торжественно открыли сразу два моста. Все это в рамках госпрограммы развития республиканских, межмуниципальных и местных дорог Дагестана. От имени главы региона местных жителей с этим событием поздравил первый вице-премьер республики Гаджи Магомед Гусейнов. Мы будем строить дороги с твердым уже покрытием, с асфальтом до районных центров всего горного Дагестана. Все районные центры, на которых нет асфальта, все районные центры во всем горном Дагестане будут обеспечены асфальтом. Два открытых моста в районе имеют стратегическое значение. Они расположены на 21-м километре автодороги Кумух-Вихили-Вачи и на 123-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Дагестан в 2020 году планирует увеличить доходы. Сборы налоговых и неналоговых доходов республики прогнозируются в объеме, превышающем 30 миллиардов рублей. Это на 7,5% больше, чем в текущем году. Напомним, что бюджет Дагестана на 2020 год в первом чтении принят парламентом с небольшим дефицитом. Также ожидается уменьшение госдолга и увеличение размера ряда пособий и субсидий. А аграрии в Дагестане собрали более полутора миллионов тонн овощей. Этот показатель превысил урожай прошлого года. Больше всего собрано капусты в Левашинском районе – почти 500 тысяч тонн. Добились высоких показателей также и сельхозпроизводители Дербенского, Кизлярского, Кушинского и Хасавюртовского районов. Добавим, что урожай в республике превысил и средние показатели в целом по СКФО. Сбылась мечта многих молодых спортсменов. То, о чем долгие годы мечтали в команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, наконец-то свершилось. В Махачкале открылась новая школа единоборств. В ней созданы все условия для тренировок. Горячая вода, вместительный зал и все для комфорта спортсменов. С места событий – сюжет моего коллеги Курбана Рагимова. Просторный зал, профессиональная клетка, груши и все другие необходимые снаряды. Новый спортзал Хабиба Нурмагомедова оснащен по последнему слову техники. Спорткомплекс будет носить имя отца и тренера чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова. Открытие новой школы станет для воспитанников Нурмагомедова-старшего долгожданным новосельем. Заслуженный тренер России привел к победе около 30 чемпионов мира по разным видам спорта. Добивались успеха, вспоминает Хабиб, несмотря на то, что занятия до этого проходили в школах и залах для физкультуры. Для нашей команды это очень долгожданный зал, потому что даже ребята шутят, что хорошо, что в конце карьеры, что будет горячая вода в зале. Потому что у нас никогда не было горячей воды, и даже на 70 человек всегда был один душ холодной воды. Но нам этого хватило, чтобы мы почти 30 чемпионов мира в зале вырастили. Знаете, условия, они не всегда важны. Иногда человек должен воспитывать голод, мотивацию в чем-то. А когда у тебя есть все, куда тебе стремиться? До этого занимались в 12-й школе, где Хабиб тренировался. Там маленькие маты были тоже. Здесь намного больше зала. Здесь есть все условия, чтобы оправдывать надежды тренера, становиться чемпионами. И сейчас стать как Хабиб. И как и сам Махачев в дальнейшем пробиться в UFC. Оправдать надежду, всех надежд. Старинный ангар, расположенный в центре города, превратили в современный зал всего лишь за 10 месяцев. Строительство проходило за счет семьи Нурмагомедовых и их спонсоров. Общая площадь двухэтажного сооружения составляет 1400 квадратных метров. Тренироваться в основном зале одновременно смогут порядка 100 спортсменов. Условия. Человек должен прийти, записаться. Например, вчера родители приводили. Кто-то на борьбу хотел, кто-то на тайский бокс, кто-то на ММА хотел. По-разному бывает. У нас будут здесь тренера по всем видам спорта практически. И он придет на ресепшн, человек скажет, я хочу сильно записать на тайский бокс, например, или на боевой самбо. Они ему определяют время, скажут, вот это время, вот этот тренер тренирует. Люди сами будут рады. Поздравить чемпиона и его отца с открытием приехал глава республики Владимир Васильев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, представители Минспорта и другие почетные гости. Для них была проведена экскурсия по залу, показали раздевалки, комнаты отдыха, учебные и другие помещения. В ходе открытия говорили о важности не только физического развития, но и воспитания подрастающего поколения. Я хочу поблагодарить Тому Манапа, Тому Магомедова за то, что он мне оказывает помощь, как советник. Вы вместе были в зале, и к нам подошли к мальчику, небольшому мальчику, который тренировался. И он нам что сказал? А почему не пришел в тот зал? Он говорит, что вас защищает слабо. Так сказал мальчик, помните, ребенок. Понимаете, какую огромную работу делает срок Дагестана. Кроме всего прочего. Это мужество, это благородство, это достоинство. Чем гордиться, ни за что уважают. Это национальный, национальный народ, по России, и весь мир, кто имел возможность познакомиться. Нурмагомедовы уверены, универсальные бойцы, вышедшие из этих стен, пойдут по стопам своих старших товарищей. Тренировки в этом зале начнутся уже в ближайшие дни. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Мероприятия, приуроченные к этому событию, проходили и в нашей республике. В один из банкетных залов Махачкалы пригласили детей с ограниченными возможностями из разных социальных учреждений. Встречу организовал благотворительный фонд Инсан. Около 500 детей с непростой судьбой окунулись в атмосферу праздника и почувствовали радость торжества. Зумруд Гамидова с подробностями. Творительного фонда Инсан сложилось уже немало добрых традиций. Одна из таких – устраивать праздник для детей-инвалидов. Ведь особые дети требуют особого отношения. Сотрудники фонда стараются оказывать помощь своим подопечным. И это мероприятие, уверены организаторы, поможет внести в их жизнь немного ярких красок и положительных эмоций. Сегодня мы ее организовали с целью, чтобы как-то порадовать этих детей, вывести из обычной колеи их нелегкой жизни. Помимо этого, мы в течение всего года посещаем центры, где находятся эти дети, посещаем отделения, где находятся эти дети. И стараемся как бы внеочередное время тоже посещать и радовать этих детей. Маленьких гостей ожидали праздничные угощения, анимационное шоу и концерт с участием юных талантов. Носитель вестей и знамений Мухаммад Алейсалям. За накрытыми столами царила теплая, уютная атмосфера. Исполнялись нашиды. Детишки с удовольствием подпевали, танцевали и радовались. Улыбки, визги, смех – все это нечастое явление у ребят, которые считаются не такими, как все. Ведь большую часть времени многие из них проводят в больнице. Знаете, очень шикарно. Я так потрясен, удивлен. Очень красиво все. Большое спасибо всем. Я очень благодарен этому мероприятию. Все очень красиво. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось это мероприятие за вкусняшки, за такие стихотворения, песни. Мероприятие своим присутствием почтил и муфти Республики Шейх Ахмад Афанди, который уделяет большое внимание проблемам детей с ограниченными возможностями. Фонд «Инсан» при попечительстве муфтията регулярно проводит акции в их поддержку. Не остаются в стороне от проблем инвалидов и городские власти. Я хотел бы поздравить сегодня здесь детей, которые сорвались с днем, наиболее сильных людей, наиболее сильных детей. Потому что именно такими я считаю их. Они намного сильнее нас и намного способнее нас получается. И я хотел бы поздравить их с их днем и поблагодарить их. В свою очередь, приглашенные на мероприятие высказали слова благодарности фонду «Инсан» и всем организаторам за такое яркое и запоминающееся мероприятие. Я вот здесь вот сидела и смотрела в окна. Я не могла слезы сдержать. Вот такое внимание к детям. Таким, это многое стоит, как говорится. Большое спасибо устроителям такого праздника для детей, значит, благотворительному фонду «Инсан». Забыв о своих проблемах со здоровьем хотя бы на время, многие смогли окунуться в атмосферу игры и радости. Ну и какой же праздник без подарков. Все дети получили пакеты со сладостями. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Зачастую даже самый маленький добрый поступок для кого-то может стать большой радостью. К счастью, людей, способных на такое немало, но, к сожалению, о них либо мало кто знает, либо их добрые дела так и остаются за кадром и быстро забываются. Герой нашего следующего сюжета – стоматолог из Махачкалы. Занудин Османов каждую пятницу проводит бесплатный прием. К нему могут попасть все, кто не имеет возможности оплатить лечение. Алина Багилова расскажет о простых шагах на пути добра. У Занудина Османова каждая пятница день особенный. Он работает с самого утра до позднего вечера, прерываясь только на молитву. Желающих попасть к стоматологу бесплатно много, и Занудин никому не отказывает в приеме. Примерный мусульманин обязан помогать делать добро, особенно тем, кто в этом нуждается, считает врач. В начальных курсах у меня возникла идея благотворительностью заниматься, и мы предоставили лечение бесплатно. Я даже помню, одногруппникам рассказывал, они смеялись, говорили, ну посмотрим, когда уже начнешь работать, посмотрим, будешь ты делать так, или передумаешь потом. Стоматолог помогает именно тем, у кого нет возможности оплачивать лечение, искать подопечных. Для оказания бесплатной помощи доктору помогают благотворительные фонды, с которыми он сотрудничает. Я сотрудничаю с фондом «Надежда», «Чистое сердце» и фонд «Инсан», и третий фонд – это фонд «Поможен». Очень рада. Человек огромного профессионализма, широкой красивой души и доброго сердца. Он находит время для людей, которые попали в трудную ситуацию. Вот именно на таких людях, я считаю, держится наш мир, наша земля. Очень светлый, очень добрый человек и очень профессиональный. Я просто не знала, куда обратиться. И когда направляют, и ты приходишь спокойно, тебе лечат. И говорят, приходи, мы тебя долечим до конца, то есть не оставляют на полпути. Это мама таких ребят. И пусть Аллах поможет ему в его благих делах, в его работе, конечно, взаимодействуем. То, что он так старается, и бережно относится. Лечат Асманов зубы юным пациентам, которые искренне проникаются симпатии к нему и даже посвящают поделке любимому врачу-стоматологу. «Вот я решила вам подарить вот такой подарок». «Спасибо большое. Это ты сама сказала, да?» Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». За последние годы выросло число заболеваний, связанных с некачественным, а порой даже опасным питанием в школах. По всей стране идет масштабная проверка общепитов. Не стал исключением и Дагестан. Вопросом заинтересовалось объединение потребителей России. На этот раз в составе рабочей группы была проведена проверка в одной из школьных столовых города. Тему продолжат мои коллеги. В 39-й Махачкалинской школе незапланированные гости. Путь завтраков и обедов от пищеблока до столовой оценила комиссия в составе службы общественного контроля и Россельхознадзора республики. Пристальное внимание не только к разнообразию меню, но и условиям хранения продуктов, к их срокам годности. Нарушения здесь удалось установить сразу. Именно хотелось бы заострить внимание, кроме реализации той же молочной продукции на территории школы или иной готовой продукции, особое внимание хотелось бы заострить на посторонних, так скажем, продуктах, которые не включены в меню столовой. То есть это дополнительная выпечка, дополнительные кондитерские изделия, соки, жвачки, конфетки. То есть все это мы видим. И ни ценников, ни каких-то сопроводительных документов ничего абсолютно не могут предоставить. Мы заострили внимание на одном продукте, то есть на молоке, потому что это молоко – один из лидеров фальсификата. В ходе рейда комиссия проверяла пищеблоки сразу по нескольким параметрам. Это наличие буфетной продукции, меню и его соответствии тому, что предлагается детям по факту. Санкциям подвергнутся и поставщики продуктов питания, в работе которых специалисты Росельхознадзора также нашли массу нарушений. Выяснилось, что в школе не ведется ведомость контроля за питанием. Они обязательно должны весь этот уголок менять, для того, чтобы родители могут быть информированы. Но на фоне негативных моментов есть и достижения, которые в идеале должны брать за образец нормы. Так, к примеру, анализ сливочного масла показал, что его в школьную столовую поставляют высокого качества. Специалисты Росельхознадзора считают, что участие представителей общественности в этом процессе позволяет сделать проверки еще более эффективными. Данные мероприятия проводятся постоянно или по обращению, соответственно, руководителей медицинских учреждений, детских садов. Соответственно, руководители жалуются на то, что данная продукция вызывает сомнение в качестве данной поставляемой продукции. Мы в рамках этих обращений или в рамках поручения правительства проводим проверки. В контроле общественников и надзорных органов, говорят организаторы рейда, это всего лишь маленький шаг в борьбе за вкусное и качественное питание школьников. Проверки продолжатся и в других школах республики. Зумруд Гамедова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В жизни всегда есть место подвигу, но героем может стать каждый, вне зависимости от возраста. Именно это доказал 6-летний Магомед Султанбеков, так первоклассник Чанкурбенской средней школы Буйнакского района, спас трехлетнего мальчика. Подробности у Патима Тханаповой. Магомеду скоро исполнится 7, но он уже рассуждает как взрослый. Урок мужества он освоил намного раньше своих сверстников. Первоклассник совершил то, что принято называть настоящим поступком. Спас от, казалось бы, неминуемой смерти своего трехлетнего двоюродного брата. У родника здесь игрались они. Там их 5-6. Там решетка на высоте. С решетки вот этот мальчик, поднявшийся трехгодовалый мальчик, падает туда. Там большая корита с водой. Он ударился головой на кориту, и без сознания он, короче, в воду падает. Те дети разбежались, плакали, дети разбежались. Если у нас, видимо, хотел мальчик, он никуда не пошел, он туда побежал. Спас от этого мальчика. Магомед пошел, поднял его, вытащил туда. Собрав все свои силы, Магомед вытащил малыша и начал приводить его в чувство. На вопрос, почему он решил спасать сам, а не позвал кого-нибудь из взрослых, первоклассник отвечает, что знал, если сразу не помочь, то брат его задохнется, и будет уже поздно. Магомед Султанбеков является не только хорошим сыном и отважным мальчиком, но и успевающим учеником. Проявляет любезность и мечтает стать водителем-дальнобойщиком, как его отец. Очень добрый мальчик, ласковый, воспитанный, адекватно реагирует на замечания учителя. Также на уроках тоже активно участвует, быстрым темпом делает все. Ну а самое главное, с мальчиком все хорошо. Маленького Салмана уже выписали из больницы. А в завершение этой трогательной истории нельзя не подчеркнуть, что этот поступок семилетнего мальчика стал примером не только для его сверстников, но и для взрослых. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Буйнакский район. Лечение онкологических заболеваний современными методами. Эту важную тему обсудили накануне в медицинском колледже имени Башларова. Там прошла международная научно-образовательная конференция. Участие в ней приняли более 200 студентов и преподавателей. Приехали специалисты из Турции, Индии, а также из разных городов России. В год 650 тысяч россиян узнают, что они заболели раком. Умирает около 300 тысяч. Это данные официальной статистики. Врачи говорят, лечить тяжелое заболевание можно на ранней стадии. А если вовремя проводить профилактику, печальных последствий можно и вовсе избежать. Несмотря на то, что в народе там слово рак пугает, даже многих врачей, а в самом деле не так страшны эти заболевания. Их надо просто рано выявить и вылечить пациента. Если невозможно вылечить, надо приостановить рост заболевания и научиться жить. И очень многие анклоидские заболевания можно вылечить сегодня. И самый основной ключ к этому – ранняя диагностика. Да, и в поздних стадиях тоже некоторых пациентов можно уже вылечить. Но лучше выявить рано, чтобы шанс излечения был высокий. Люди плохо следят за своим здоровьем. Помимо того, что экология у нас не самая лучшая, таки еще и сами губят себя. Сигареты, спиртное употребление вредной пищи. Они советуют заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и хотя бы раз в год обследоваться. А если выявили болезнь, не останавливать лечение на полпути. Как я увидел в Дагестане, онкологических центров по сравнению с численностью населения довольно-таки мало. Поэтому, чтобы развить лечение раковых болезней, нужно сделать большой вклад в технологию и большой вклад в обучение врачей. 5 декабря в рамках конференции в городской больнице номер 3 в Махачкале пройдет бесплатная консультация. Ведущие специалисты из России и за рубежа обследуют всех желающих. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Колоритные африканские красавицы в национальных одеждах, чистокровные перуанцы и молодые люди из страны фараонов. Всех их на одной площадке собрал республиканский этнофестиваль студентов-иностранцев, обучающихся в вузах Дагестана. Он проводится с целью сохранения и развития культуры и традиций иностранных студентов, а также укрепления межнационального мира и согласия. О многоцветии культуру в сюжете моих коллег. В настоящую фестивальную поляну на один день превратился Дагестанский педагогический университет. Лизгинка от интернационального студенческого коллектива, этнические танцы, презентация стран и костюмов. Всех их объединяет одно – учеба в дагестанских вузах. Форум стал хорошей площадкой для дружеского и делового общения со студентами из стран Европы, Азии, Африки и СНГ. Сейчас в вузах республики учатся около 2000 иностранных студентов. Количество растет с каждым годом. Гости посетили студенческие подворья, представляющие культуру, быт и кухню разных народов, смотрели фотовыставку. Фестиваль «Дружба народов» проводится в республике в третий раз и уже успел полюбиться студентам и организаторам. Данное мероприятие очень востребовано среди иностранных студентов, высшего учебного заведения, которое способствует укреплению дружеских связей, укреплению между вузами вузами традиционных связей, чтобы поделиться опытом работы. В программу форума также вошли дискуссионные и образовательные площадки, где студенты смогли поделиться впечатлениями о республике. Ну а завершился праздник большим концертом с участием творческих коллективов вузов. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова